давайте мы коротко помолимся пусть господь благословит наше служение сегодня аллилуйя господь приди могущественно в наши сердца владычеству и в наших умах мы позволяем тебе господь отче просто управлять нашими чувствами нашими желаниями мы пленяемся как помышление как написано который противится иисус христу в послушании иисус христу пусть господь отче аллилуйя отец асана приходит прямо сейчас наши сердца господь отче в наши души твоя сила господь отче аллилуйя отец твоя любовь премудрость ходящая свыше твои желания твоя воля да исполнится в наших жизнях аллилуйя отец снаряди нас для этого дай на господь постоянно носить не снимая шлем спасения броню праведности чресла которые припоясаны господь отче истинный щит веры господь отче аллилуйя отец да нам прочно держать своей левой руке и в правой руке дай прочно держать меч который есть слово божье меч обоюда острый дай нам господь отче всегда господь отче быть обутыми в обувь готовности благовествовать этот мир нести эту радостную весть эту счастливую весть весь который делает счастливыми любого человека который принимает твое слово доверяется тебе иисус христос и позволяет тебе делать то что ты хочешь аллилуйя отец да прославится имя твое дай нам господь на всяком месте прославлять твое имя своими жизнями своими делами своими поступками своими словами своими мыслями данным являет господь на всяком месте твое Божье присутствие, потому что, Господь, мы для этого предназначены. Хвала Тебя всемогущий Бог, мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, Аллилуйя, Аминь. Сегодня тема моей проповеди. На этой неделе я размышлял о пророчествах Иисуса Христа, и вдруг мне пришла одна такая мысль, которая мне показалась очень странной. Я раньше никогда на это не обращал внимания, точнее, Господь, может быть, никогда не обращал мое внимание, но я подумал о том, что некоторые пророчества Иисуса Христа, которые по сей день исполняются, они очень парадоксальные, поэтому я сегодняшнюю проповедь назвал «Парадоксальные пророчества Иисуса Христа, которые по сей день исполняются». И в начале своей проповеди я хотел прочитать место, потом чуть попозже мы посмотрим видеоролик на это место из Библии. Давайте мы все вместе откроем Евангелие от Марка, 8 глава, с 38 стиха. И здесь Иисус Христос, Он говорит уникальную фразу, Он говорит, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодеянным и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца своего со святыми ангелами». Когда ролик будет готов, дайте как-то знать, что уже готов. Готов? А, не будет, да? Ну, ничего страшного. Когда я прочитал очередной раз это место из Библии, этот пассаж, я про себя подумал. Ну, вот кто мог бы вот так вот из великих людей, живущих на земле, если взять всю историю человеческую, вот примерно говорить так или такие слова о том, что придет время, ну, поставьте вот на это место Наполеона, да, или там Сталина, или Цезаря. Вот мог бы сказать такое Цезарь о том, примерно, что, вы знаете, придет время, и вот если вы постыдитесь вот моего имени, да, вот имени Юлия Цезаря, то и я тоже в свое время постыжусь вас. Или Наполеон, да, о том, что вот если вы будете стыдиться, я думаю, что мы не сможем найти ни одного великого на этой земле, который бы мог бы сказать такие слова. И это заявление, оно может нам показаться даже в какой-то степени странным, ну, в том плане, что если я великий, да, то что стыдиться-то? Ну, за что? За какие такие дела? Но, вы знаете, Иисус Христос произносит эту фразу, я точно знаю, что это пророческая фраза, и она по сей день исполняется. Потому что и сегодня, да, вы можете найти таких людей, которые даже имя Иисуса Христа не стыдятся произносить. Тем более же там, ну, просто заявите себе, что я христианин. Многие христиане, будучи христианами, уже рожденными свыше, они стесняются, они стыдятся. Вроде всем прелюбодеянным грешным заявить о себе о том, что я верю в Иисуса Христа. Стыдно. Почему стыдно? И вот это вот странно, да? Вот этот феномен, казалось бы. Как Иисус Христос мог это предугадать, предсказать? И Он говорит об этом в таком ключе, о том, что кто посредится меня и мои слов. Даже не только Иисус Христа, но слов Иисуса Христа. Не только об Иисусе Христе сказать, но даже Его слова стесняются произносить, стыдятся, потому что будут смеяться, да, будут насмехаться, будут унижать, будут оскорблять. Иисус Христос это говорит в таком ключе о том, что кто меня будет стыдиться, вот в этом роде, того и Сын человеческий постыдится, когда придет в славе Отца своего со всеми святыми ангелами. Еще одно заявление, которое Иисус Христос делает, оно написано в Евангелии от Луки, 6 глава, 22 стиха. И это еще одно пророчество. Блажены вы, когда возненавидят вас люди, когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное. За кого? За Сына человеческого. Еще одно очень парадоксальное пророчество, которое говорит о том, что людей, которые будут исповедовать имя Иисуса Христа, отлучат, возненавидят, будут поносить и пронесут ваше имя как бесчестное. То есть эти люди, они бесчестные, они нечестные, они лгут, они лжецы, они сектанты, они еретики и так далее и тому подобное. И вот это пророчество, оно и по сей день исполняется. Можете сказать на этой мере? Это так. Вот как вот можно было, да, вот это все так предвидеть и вот так все предсказать. И эти действительно парадоксальные пророчества по-другому не назовешь. Они и по сей день исполняются. Еще одно пророчество. Давайте мы прочитаем его в Евангелии от Матфея 24 глава. Матфея 24 глава, 9 стих, только один. Не только будут поносить, не только будут оскорблять, не только будут проносить наши имена, да, какие-то бесчестные. В 9 стихе Иисус Христос говорит, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Еще одно пророчество, которое говорит о том, что все народы, все нации возненавидят определенных людей, которые будут исповедовать имя Иисуса Христа. Исполняется это пророчество сегодня? Оно исполняется. Христианское вероисповедание на сегодняшний день, спустя 2000 лет после Рождества Христова, самое гонимое на земле, самое преследуемое, по статистике, то есть я ничего не придумаю, самое убиваемое, то есть кого больше всего на земле, на этой земле убивают, и по сей день, несмотря на то, что прошло уже 2000 лет, до сих пор убивают, ну я хочу сказать, не всех, живых христиан. Живые христиане, которые открыто на площадях заявляют о том, что они христиане, о том, что они верят в Иисуса Христа, и они исполняют то, что Иисус Христос повелел, несут благовестие, рассказывают о том, что Он говорил, рассказывают о том, что Он делал, и не только рассказывают, они и делают это, то же самое, что делал Иисус Христос, пытаются освобождать, пытаются исцелять и исцеляют, пытаются спасать людей и спасают, пытаются быть благословением для какой-то пленой нации и являются этим благословением, потому что вы знаете, на самом деле, все какие-то пленые такие самые мощные достижения научные, переворот, который производили в науке во все времена человечества, они, как правило, происходили через христиан. Это христианские ученые, это христианские литераторы, писатели, и можно перечислять до бесконечности, потому что получали определенные такие откровения, побуждения, ну там, например, возьмем того же самого Менделеева, который искренне верил в Иисуса Христа и получил по откровению таблицу Менделеева. Это было по откровению, это то, что было дано ему Богом. И он по сей день, ну как на самом деле, это звучит как-то даже как-то странно, о том, что ученый, который не может объяснить, как он получил, он просто получил таблицу уже в готовом виде. И туда уже ничего не добавишь, и оттуда уже ничего не отбавишь. Чистейшее откровение. Еще одно место, которое я хочу прочитать, еще одно парадоксальное пророчество, оно написано в Евангелии от Иоанна 16 глава. И вы знаете, вы можете четко по этим пророчествам определить о том, что все то, что Иисус Христос говорил, это все правда, потому что оно и по сей день исполняется. Потому что многие люди говорили, пытались что-то пророчествовать, и великие люди, которые хотели бы, чтобы их имена каким-то образом запечатлелись, и они как-то вот так пытались остаться на этой земле, их уже давно нет. А слова Иисуса Христа и по сей день живут, и его пророчество по сей день исполняется. Евангелие от Иоанна 16 глава, с 13 стиха, нет, со 2 стиха. 16 глава со 2 стиха звучит очередное пророчество. Изгонят вас из синагог. Вы знаете, если вы сегодня пойдете, зайдете, ну, в Варне есть синагога, да, все об этом знают, и вы можете там поговорить о ком угодно. Можете поговорить о Мухаммеде, можете поговорить о Харакришне, можете поговорить о Ленине, о Сталине, о других каких-то культовых каких-то личностях, которые когда-то произвели большое движение, и с вами спокойно поговорят. Но если вы начнете говорить об Иисусе Христе, ну, так вот просто, ну, просто заявляя о том, что это Мессия, заявляя о том, что это Господь Бог, который пришел на землю, что с вами сделают? Вас выгонят. Ну, при том самом таким грубым образом. Изгонят вас из синагога. Иисус Христос это предсказывает. И даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Вот сегодня мусульмане убивают христиан. Они думают, что они служат Богу. Они думают, что они делают Богу угодное дело. Что вот этих неверных, вот голову ему там отрубить надо, да, то, что они провозглашают о том, что Иисус Христос, он или такой же, или даже выше нашего пророка Мухаммеда. Ну что, за это надо только убить. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца. Это опять же говорит Иисус Христос. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же я сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам. И опять же, Иисус Христос пророчествует. Он говорит истину. Он говорит правду. Лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. Кто утешитель? Дух Святой. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. Вот Иисус Христос, Он делает такое заявление, что на этой земле есть только на самом деле один грех, такой, знаете, грех основания, из которого вытекают все остальные грехи. Грех, что не уверовали в Иисус Христа. Грех о том, что не верует в меня, говорит Иисус Христос. Слово Божие говорит, что без Иисуса Христа мы не можем делать ничего. Ничего хорошего, да? Ничего истинного. Без доверия Иисус Христу, когда мы не впускаем Его святую благодать в наши сердца, даже наши добрые дела, они становятся нашими самыми страшными грехами. И совсем недавно я слушал одну очень мощную проповедь, где проповедник говорил, что, вы знаете, человечество отделяет от Бога не какие-то даже злые дела или злые поступки. В большей степени человечество от Бога отделяет их желание делать добро, желание оправдываться этими добрыми делами, своими поступками какими-то и вера в то, что эти добрые дела их спасут в последнее время. Это абсолютная ересь. Та ересь, которая абсолютно не соответствует Евангелию. Что нас спасает или кто нас спасает? Нас спасает вера в Иисуса Христа, нас спасает единый спаситель между Богом и человеком, человек Иисус Христос, человек с большой буквы. Скажи на это аминь, потому что это правда, это истина. Добрые дела не спасают нас. Нас спасают какие-то пленые такие дела, поступки, благие намерения, которые вытекают из нашей веры. То есть мы сперва поверили, мы сперва призваны поверить. И потом, когда мы доверились Иисус Христу, в большей степени это даже не наши дела. Мы просто позволяем Богу делать то, что Иисус хочет. Аминь или не аминь. Что не наша воля, но твоя воля да будет. И Бог через нас начинает исцелять, освобождать, спасать, благословлять. И мы начинаем быть благословением для многих людей. Утешитель, если я не пойду, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он придет, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не уверует в меня. О правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего. Кто князь мира сего? Князь мира сего сатана. Он уже осужден. Князь мира сего осужден. Слава нашему Богу. Вы знаете, я сразу перейду к хорошим пророчествам, чуть-чуть ниже с 13 стиха. Иисус Христос говорит очень мощное. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит нам. Придет Дух Святой, придет Дух Утешитель, Он наставит нас на всем и будущее нам возвестит. Пророчествует Иисус Христос. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Не мы прославим Иисус Христа. Дух Святой, который в нас, Он прославит Иисус Христа. Он прославит Божьи дела на этой земле, чтобы нам ничего не присвоить, чтобы нам не сказать, какие мы хорошие, да, какие мы благие, о том, что мы спасем, мы сделаем. Без Духа Святого на сегодняшний день, который послал Иисус Христос, в наши сердца излил обильно, мы ничего не можем. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Скорее вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, что это Он там говорит? Вскоре не увидите меня. И ученикам было очень странно. Все вот эти парадоксальные пророчества. И опять вскоре увидите меня. Я иду к Отцу. И так они говорили, что это говорит Он вскоре. Не знаем, что говорит. Иисус, разумев, что хотя спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал? Вскоре не увидите меня. И опять вскоре увидите меня. Истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. И Он говорит это о своей смерти, о своем распятии. Ученики восплачивают, возрыдают, а мир возрадуется. И вот здесь, знаете, нам дается такая подсказка. Почему вот эти пророчества для нас сегодня кажутся или могут показаться странными или парадоксальными? В лице Иисуса Христа, когда мы видим через призму, кто пришел на самом деле, знаете, другое место из Писания говорит о том, что Иисус Христос пришел для чего? Помните ответ? Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Мы это видим вообще вот в этом мире? Многие могут сказать о том, что ну, что-то мы ничего не замечаем. Войны как были, так и продолжаются. Катастрофы, катаклизмы, землетрясения. Ничего вроде как бы не меняется. Но Иисус Христос об этом не говорил. Он даже наоборот. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 главу, мы можем видеть о том, что и об этом Иисус Христос пророчивает. О том, что будут глады, будут море, народ восстанет на народ и будут катаклизмы, всякие землетрясения и так далее и тому подобное. То есть Иисус Христос не говорит о том, что Он пришел на землю для того, чтобы убрать все эти катаклизмы. Иисус Христос говорит о том, что Он пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола в моем что? В моем сердце. В моем и твоем сердце. И это происходит одномоментно. То есть вот человек был наркоманом, человек был убийцей, человек был преступником, человек был лжецом, человек поверил в Иисус Христа. И тут же все вот эти твердыни сатанинские, они просто одномоментно. Иногда это происходит в течение нескольких дней. Иногда у кого-то в течение нескольких недель или месяцев. Но это всегда происходит в тот момент, когда человек решил, принял твердое решение следовать за нашим Господом Иисусом Христом. Это так или не так? Аминь. Потому что в этот момент Иисус Христос разрушил все дела дьявола в судьбе и жизни этого человека, данного человека, который принял решение следовать только за Иисусом. Аллилуйя. Поэтому, отвечая вот на эти вопросы, Господи, а как же так? Нас возненавидят, нас будут гнать, нас будут убивать. Нас уже кто-то изначально ненавидит. Еще прежде того, что сделал Иисус Христос, о дьяволе написано, что Он есть от начала. Что? Кто Он? Он от начала человека-убийца. Он настолько сильно ненавидит человека. Он позавидовал. С завистью дьявола вошел грех в этот мир. Эта злоба, она от самого начала. То есть кто-то есть личность, которая ненавидит и которая преследует, которая только одного хочет, чтобы не только украсть, не только убить. А что написано? Он пришел для того, чтобы украсть, убить и что? И погубить. Вот эта пагуба, это самое страшное. Это означает погубить душу человека. Чтобы желание дьявола, чтобы душа человека пошла куда? Вместе с ним пошла в ад. Это страстное желание дьявола. Давайте мы будем об этом помнить. Потому что Яков предупреждает бодрствовать во всякое время. Потому что дьявол, он как рыкающий лев. Слышите, он ненавидит. Как рыкающий лев ищет, кого бы поглотить. То есть он поглощает, он желает. Если человек не бодрствует, если человек живет так, как он хочет. Еще одно место уникальное. Многим людям кажется, что они живут так, как они хотят. Ну, просто никто мне не указ крушения всяких авторитетов. Я буду делать то, что я хочу. Смотрите, какой очень хороший, четкий, ясный пример. Петр, когда Иисус произносит очередное пророчество о том, что в Иерусалиме он будет взят, он будет убит, он будет распят. И Петр подходит к нему. Мы все помним это место. Он говорит, да не будет этого с тобой, Господи. Иисус Христос разворачивается к Петру и что говорит? Отойди от меня кто? Отойди от меня сатана. Потому что в этот момент через Петра подошел сам дьявол, пытаясь каким-то образом сбить, соблазнить. И самому Петру он говорит, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот так написано. И смотрите, для Иисуса Христа, отойди от меня сатана, и потому что ты, Петр, думаешь о том, что человеческое, не о том, что Божье. Люди, думающие по-человечески, на самом деле, по словам Иисуса Христа, служат кому? Служат дьяволу. Вот это вот интересно, да? Оказывается. Я думал, что я сам по себе буду жить, никого не буду трогать. Вот. И просто вот, ну как бы, что я Богу плохого сделал? За что меня судить? За что меня в ад? Если ты думаешь по-человеческому, ты слуга дьявола. Ты раб греха. Кто кому служит, тот тому и раб, говорит Иисус Христос. Кто не с нами, тот против нас. Это тоже слова Иисуса Христа. Кто с нами не собирает, тот что делает? Тот расточает. То есть, если ты не с Иисусом Христом, то ты против Иисуса Христа. Сатана это кто? Противник. Тот, кто восстал против Иисуса Христа. Антихрист. Сатана это антихрист, это тот, кто противостоит Иисус Христу. Если мы не с Иисусом, мы вместе с дьяволом. Мы противостоим Иисус Христу, Сыну Божьему, Который есть Сам Господь, Сам Бог. И за это нас будут судить. Если мы не поверим. Если мы поверим, благодать Божия приходит в мое сердце, она разрушает все дела дьявола в моей жизни. Скажи на это слава Богу, потому что это прекрасно. Аллилуйя. На этой неделе у меня было несколько встреч, где я рассказывал о своей жизни, о том, что в моей жизни были тяжелые наркотики. Я был наркозависим. В моей жизни были такие страшные эпизоды, из которых по-человечески я никак бы не смог вырваться. выбиться из них. Я был на грани самоубийства. У меня была дата, это был 28 марта 1991 года, когда я должен был пойти и сделать самоубийство. Или вскрыть себе вены, или сброситься с многоэтажки. Я принял решение о том, что в эту дату жизнь моя закончится. Мне тогда было 25 лет. Я до сих пор благодарен этой женщине, это сестра наша в Господе. Она пришла и сказала, просто ни с того ни с сего. Она говорит, тебе надо в церковь. Она была послушна Богу. И она сказала, как раз приехал проповедник из Лос-Анджелеса, Юджи Джозеф, он корейский миссионер, в Америке закончил, сюда приехал по побуждению от Бога в Казахстан, чтобы открыть церковь. Давай пойдем туда, послушаешь о Боге. Просто на самом деле твоя жизнь измерится. Твоя жизнь изменится. Бог тебя сильно любит. Иисус тебя сильно любит. Я тогда подумал, а что мне терять? Терять-то мне нечего. Мне осталось всего несколько дней до 28 марта. Я пришел в церковь. И опять же, я благодарю пастора за его послушание, потому что в первое же служение он подошел. Тогда было всего лишь 14 человек в церкви. В основном это были бабушки. И всего было два брата. И я пришел. И после служения пастор лично подошел ко мне. Он не говорил на русском языке. Он говорил на корейском языке через переводчика. Еле-еле перевели о том, что ты знаешь, Бог тебя любит. И я хочу тебе лично подарить Библию. Полную Библию. И мне подарили, вручили Библию. И я просто думаю, ну дарят. Почему бы не взять? Хотя я тогда был убежденным атеистом. Даже придя в церковь, я оставался убежденным атеистом. Но пришел домой и начал вот так листать. Просто вот так. Хаотически, спонтанно. И несколько мест, которые мне открылись, они просто перевернули мою жизнь. Когда я пришел в следующий раз в церковь, вы знаете, просто и это было сильное служение. Это было на улице Луговая. Я никогда этого не забуду. Когда пришло сильное Божье присутствие, и меня просто какая-то сила вынесла сюда вот вперед, перед кафедрой. Я просто рухнул перед Богом. Я плакал, я рыдал, я каялся в своих грехах. И в моей судьбе, в моей жизни что-то просто перевернулось. Я пережил реальность Бога. Я пережил то, что Иисус Христос реальная личность. Бог живой. Он меняет наши жизни. Он меняет наши судьбы. Слава нашему Богу. Еще одно место, которое сегодня, и оно будет последним. Оно написано в Евангелии от Луки. 24 глава. Последняя глава. С 36 стиха. Написано так. Когда они говорили о сём, это когда Иисус Христос уже воскрес, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им, что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы из сотого меда и, взяв, ел перед ними и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполнится всему, написано о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писанию. Смотрите, уникальное место, которое говорит, что Иисус Христос есть тот, кто открывает ум к уразумению Писанию. Нет никакого другого учителя, который мог бы открыть тебе ум для разумения Писания. Эта личность, это только личность Иисуса Христа. И сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповеданно быть во имя Его покаянию. Смотрите, и проповеданно быть во имя Его покаянию и прощения грехов во всех народах, начиная с Юрисалима. Еще одно мощное, уже не парадоксальное пророчество, которое что? Которое исполняется и по сей день. Аминь. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И в книге Деяния мы можем видеть, что они по повелению Иисуса Христа, они стали очень послушными учениками. Они находились в горнице, ожидая, что же будет. Потому что если Иисус Христос обещал, то это обязательно будет. И в определенный час на них сошла сила Святого Духа. И они начали пророчествовать на иных языках. Сошла такая сила, что собралось очень много народу. И в первый же день уверовала, когда начала проповедовать апостол Петр, сколько? Более трех тысяч человек. И это только мужчины. Слава нашему Богу. На следующий день опять Петр стоит проповедовать пять тысяч человек. И начинается какое-то мощнейшее шествие Святого Духа по этой земле, которое по сей день продолжается. Я хотел бы сегодня зачитать одно интересное историческое послание. То есть мы сегодня хотя бы сравним с одной личностью, которая считалась великой. И это личность Бонапарта Наполеона. И Бонапарт Наполеон, находясь на острове Святой Елены, размышляет о личности Иисуса Христа. И это исторический факт, он записан. До начала своего похода на Россию Наполеон передал русскому послу дипломатическую ноту, содержащую его намерение стереть русскую империю с лица земли. Ответ посла был такой. Человек полагает, но Бог располагает. Наполеон спылил. Скажите вашему императору, что я и есть тот, кто полагает и располагает. То есть заявление какое? Я есть Бог. Я предполагаю, я располагаю, я могу все, абсолютно. Я император, я сотру, по-любому сотру вашу русскую империю во главе с вашим императором, потому что он мнил себя, то есть у него была реальная мания, да, такая величие, о том, что он мнил себя Богом, который может сделать абсолютно все. Великий полководец провел последние дни своей жизни в ссылке на английском острове Святой Елены. Там он написал свои мемуары, в которых высказал свои личные мысли. О том, насколько они глубоко владели им, говорит одна его беседа с генералом Манталоном, последующим за ним ссылку на Святую Елену, на этот остров. «Что вы думаете о Христе?» – спросил Наполеон. Манталон ответил. «Мой господин, я должен признаться, что никогда не задумался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом. Тем хуже для вас!» – сказал бывший император. И начал излагать давно беспокоящие его мысли. «В одни моей славы я был в таком почете у людей, что многие из них с радостью за меня умирали. Но все-таки требовалось мое присутствие, чтобы вдохновлять солдат идти на смерть. А теперь, когда я нахожусь на острове Святая Елена, кто за меня сражается? Кто остался мне верным?» Такова судьба великих людей. Какая глубокая пропасть пролегла между моим падением и великой, вечной властью Сына Божьего. «Я еще не умер, но мое дело уже разрушилось, в то время, как Христос умер 19 столетий тому назад. А дело Его существует, как и в то время, когда Он ходил по этой земле. Он и не думал бояться своей смерти. Он ожидал ее спокойно. Он единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется Его Слово. Иисуса любят и Ему молятся. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я. Мы были основателями мощных государств, но на чем держалась наша власть? На силе. Иисус Христос основал свое царство на любви. И в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь. Иисус является завоевателем, который истинно объединяет не только один народ, но все человечество с самим собой. Какое чудо! Это Наполеон восхищается. Какое чудо! Душа человека со всеми ее способностями чувствует тесную связь с существованием Иисуса. И почему? Благодаря только одному чуду. Чуду воскресения, который превосходит все чудеса. Христос есть любовь. И Он хочет эту любовь дать людям и завоевать их сердца. Это все, чего Он желает. Слова Наполеона. Бонапарт Наполеон, находясь в плену на вот этом острове, размышляет об Иисусе Христе. Говорю, и слава Богу, хоть перед смертью человек начал размышлять об Иисусе Христе. И можно поверить, что у Бога-то милость огромная, колоссальная, что этот человек, несмотря на свои грандиозные преступления, мог получить реальное спасение от этой многомилостной личности Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Я хотел бы вернуться к теме моей проповеди сегодня. Парадоксальное пророчество Иисуса Христа, которое исполняется и сегодня. Вы знаете, когда мы услышали вот эту всю тему, о том, что пророчество Иисуса Христа, независимо, как они могут нам показаться сегодня странными или не странными, они исполняются и по сей день. И это лично для меня говорит о том, что все то, что Иисус Христос когда-либо сказал, оно по-любому что? Оно по-любому исполнится. Скажи на это Аминь. Потому что это не просто человек, это не просто какая-то великая личность. Я не хотел бы, чтобы мы даже сравнивали Иисуса Христа с кем-то из людей на этой земле, потому что ни в какое сравнение ни с кем на этой земле Иисус Христос ни с кем не надо его сравнивать, потому что это сам Господь Бог, Который может абсолютно все посредством Христа, Слово Божие говорит, что Бог и веки сотворил. Все видимое и невидимое существует благодаря Иисусу Христу. Все преклонилось перед Ним, уже преклонилось. Дьявол уже осужден, у него нет никакого шанса. Я хочу сказать о том, что когда мы вступаем в какую-то духовную брань, ты всегда должен знать о том, что мы уже победили во Христе Иисусе. Иисус Христос об этом также пророчествует. Он говорит, будете иметь скорбь в этом мире, но знайте, я победил этот мир. Это слова Иисуса Христа. То есть нам надо просто вот настолько доверять Иисусу, что даже если скорбь приходит, какие-то временные испытания, ну победу мы уже одержали. Слышите меня? Во Христе Иисусе мы уже имеем полную победу. И вы знаете, на этой неделе у меня была такая вот просто, тоже моя личная победа. Я хочу сказать, я тоже вот с этим борюсь. Мне не всегда легко человеку рассказать об Иисусе Христе, рассказать о том, что Он Бог, что Он единый спаситель, что Он спасает. И вот пришла одна, я писал это на своей стене, женщина, известная художница в Бургасе, и она пришла с большими проблемами в спине. И она успела у меня пройти только две процедуры. Когда она пришла на третий раз, она сказала, вы знаете, я не могу в это поверить, я не могу в это поверить, потому что у меня в поясничном отделе вот позвонок вот так торчал из спины, это последствия старой травмы, которая случилась со мной 50 лет тому назад. Ну, то есть, ей было тогда где-то что-то около 10 лет. Она откуда-то сильно упала, повредила сильно позвоночник, позвоночник начал искремляться, и вот этот позвонок, я помню, что он торчал. И вы знаете, просто, когда вот после второго процедуры я вышла, я пощупал у себя спину, а там уже ничего нет, там спина ровная. И это чудо, потому что такого не может быть. Я смотрю на нее, потом там я положил, тоже ее осмотрел, но я лично не помню, чтобы я как-то там какие-то манипуляции производил такие серьезные. Я просто помню, что позвонок торчал, а теперь он не торчит. Я просто вот, что от меня требовалось? От меня требовалось воздать Богу славу, потому что как врач, как доктор, я понимал, что это невозможно, потому что 50 лет травмы, и как доктора могу сказать о том, что эта травма уже давно анкилозировалась. Что значит анкилозировалась? Значит, она уже давно обросла костью, и что-то там сделать, ну, кроме как какую-то такую операцию, да, там просто, ну, это опять же все там ломать надо, там вычленять, ставить какой-то протез, и только так. Вот так вот просто надавить, или еще что-то там, какую-то мануальную терапию, ну, это невозможно, это просто невозможно. И как врач я понимал о том, что это не моя работа, это не я. И я просто говорю о том, что, вы знаете, я называю этот феномен феномен прикосновения Иисуса Христа, потому что когда Иисус Христос вот просто вот так прикасается, да, даже вот вы помните этот случай, когда сгорбленная женщина пришла, и у нее был что? У нее был страшный кифоз, ну, то есть она была горбатая. И вот Иисус к ней прикасается в субботу, да, и вот эта женщина из вот этого горбатого состояния, она вот так выпрямилась. Я хочу сказать, как врач я скажу это, это невозможно. Невозможно горбатость вылечить одним прикосновением. Но для кого возможно? Для Бога все возможно. Аминь или не аминь? Я говорю, вы знаете, это феномен прикосновения Иисуса. К вам прикоснулся просто Иисус. Я здесь как врач и обессилен. Ну, не говорите обо мне, что я какой-то уникальный, там, она подошла к жене, там, Наташа говорит, у вас такой муж, это уникальная личность. Это обыкновенная личность. Уникальная личность это личность Иисуса Христа. Но я хотел сегодня об этом поделиться, потому что это мощное свидетельство того, что Иисус Христос и сегодня исцеляет. Аминь или не аминь? Он и сегодня спасает, Он и сегодня воскресает, Он и сегодня хочет, желает нас благословить. Поэтому пусть вот эти парадоксальные пророчества, они для нас не будут странными. Ну вот, если Христос говорит о том, что будете стыдиться, ну пусть кто-то стыдится, но только не мы. Давайте мы не будем стыдиться Иисуса Христа, потому что Иисус Христос это Господь, господствующий, Он есть Бог богов. И очень странно, то есть это все равно, что стыдиться сегодня там президента Болгарии, да, о том, что или там Путина, ну мы стыдимся, что он там, или президента, ну той страны, откуда мы выехали, да, ну это было бы глупо. Но Иисус Христос об этом предсказывает, потому что в этом мире, в этом мире, которым господствует дьявол, стыдно верить в Иисуса Христа. Почему? Потому что дьявол его ненавидит, он его презирает, он пытается уничижить это имя, он пытается просто стереть его, он смешается с какой-то грязью. И поэтому то, что дьявол внушает своим людям, которые живут под его господством, это стыд, это срам. Нам стыдно верить в Иисус Христа, но нам не стыдно. Аминь. Нам, христианам, которые живут по Евангелию, которые стараются, да, исполнять заповеди его, нам не стыдно, потому что мы знаем, кто такой Иисус Христос. Давайте мы слоним наши сердца, давайте мы помолимся нашему Господу. Аллилуйя. Если Наполеону не было стыдно исповедовать имя Иисуса Христа своим Господом, и Царем, и истинно великим, то мы также не будем стыдиться. Благослови Господь, Каждое сердце Господь очень. Аллилуйя, Отец. Кто сегодня был Господь очень, на этой проповеди, кто слушает нас через телевидение Господь очень, через интернет, пожалуйста, коснись каждого сердца. Открой свою личность. Открой, что только ты спаситель. Еще одно мощное пророчество, о котором ты говорил, Иисус, что ты откроешь нам имя Отца. Что ты не будешь больше говорить с нами притчами, но ты будешь прямо нам говорить об Отце. И пусть это прямо сейчас произойдет с кем-то. Может быть, кто-то сейчас смотрит. Расположи в его сердце просто призвать твое имя, Иисус. От всего сердца обратиться к тебе и сказать, Иисус, я узнал о том, что ты реальная личность. Я узнал о том, что ты вечно существующий. Я узнал о том, что смерть на тобой не имеет власти. Что ты воскрес при более чем пятиста свидетелях. Я узнал о том, что ты восседаешь от дюсну Бога на небесах. Что ты прославен. Что ты не знаешь поражения сегодня. Что дьявол осужден. Что дьявол поражен. И что все небесное, земное и преисподненное склонилось сегодня перед личностью Суриста, которая строит свое царствие на любви. Не через господство. Не через насилие. Не через унижение. Но через силу твоей любви. Пожалуйста, вводи в мое сердце господство над моей судьбой. Потому что сегодня я узнал о том, что тот, кто не с тобой, тот против тебя. И кто с тобой не собирает, тот расточает. Помоги мне, Иисус, собирать вместе с тобой. Помоги мне быть с тобой. Помоги мне просто впустить тебя в свою жизнь. Прости все мои грехи. Омой меня прямо сейчас твоей святой кровью. Драгоценной кровью от всякого греха. И сделай меня своим сыном. Своей дочерью. Дай мне духа усыновления, который мы можем получить только в Сыне Единородном. Господи Иисус Христе. Дай мне это спасение сегодня. Благодарю тебя, Боже, за то, что ты разрушил все дела дьявола в моей жизни, в моей судьбе, в моих делах, в моих поступках. И не останется никаких последствий от этих сатанистских твердынь. Что ты дал мне все новое. Древнее все прошло, теперь все новое. Я новый человек, новая личность во Христе Иисусе. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты принял меня в свою семью. За то, что я вместе с твоими детьми могу славить тебя, радоваться твоему присутствию, входить во святая святых. За то, что ты открыл мне Отца. За то, что, входя во святая святых, я могу просто войти в присутствие Божие и войти посредством этой крови во святая святых в тайную комнату самого Бога. Аллилуйя, Отец. И полностью с ним воссоединиться. И это желание самого Бога. Потому что Иисус говорит, что не только я люблю, но Отец Мой так же вас любит, так же сильно. Аллилуйя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие Атана 3.16. Спасибо тебе, Господь. Мы тебя благодарим за то, что, может быть, хотя бы один человек просто повторил эту молитву. И Слово Божие говорит, что небеса радуются даже об одном кающемся грешнике. И сегодня на небесах великий праздник, радость об одном спасенном. Благодарим Тебя еще и еще раз. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу.